Добрый день, дорогие друзья! Я знаю, что вы несколько, ну совсем недавно отмечали свой юбилей. Вы выглядите, чувствуете себя не в соответствии с тем возрастом, который написан в паспорте. Вот поделитесь своими секретами, как вам это удается? Ну, вы знаете, Анечка, я не буду скрывать свой возраст, как бы я все равно должна его озвучить, потому что это юбилей. Я скажу, что мне исполнилось 80, но честно скажу, что я их не чувствую. Не ощущаю я по своему состоянию, что я уже перешла этот рубеж. Я тоже этого не ощущаю. Общаясь с вами, мне кажется, что вы такая молодая, такая энергичная. Вы все время куда-то едете, идете, у вас какие-то встречи, какие-то люди вокруг вас интересные. Я знаю, что вы сейчас у вас активная деятельность связана с архивом семьи, который вы передаете. Книгу, которую вы написали, издали о своем акции, она вызвала широкий отклик и у историков, и вообще у людей, которым это интересно. Вот как вообще все это в вашей жизни соединяется? В этом мне даже ничего удивительного, потому что когда жизнь интересна, когда ты все время что-то новое видишь, чему-то учишься, с новыми людьми встречаешься, общаешься, то хочется еще больше и больше. Я не чувствую, что мне где-то что-то болит, или мне скучно. Мне не бывает скучно, мне интересно. Понимаете, благодаря вот такому в жизни я узнала сейчас очень много интересных людей. Понимаете, и столько в жизни интересного в любом возрасте, даже в 80 лет уже на многие вещи смотришь иначе, но смотришь с оптимизмом. Но в этом должно, конечно, помогать здоровье. Если нет здоровья, то и нет никаких интересов. Я так считаю. Да, здоровье это как раз то, что нас с вами познакомило. Да, да, да. Я очень благодарна судьбе, что мы познакомились, и ваша роль в моей жизни довольно велика. Я не сняюсь вам в этом глазах сказать, что вы очень много сделали для меня полезным, мы многому научили. Я встретилась с ней случайным образом 6 лет назад. И с тех пор наша дружба, наши отношения развиваются и крепко с каждым днем. Спасибо большое, Елена Петровна, за теплые такие слова, за добрые слова. Действительно, вот 6 лет назад, когда мы с вами познакомились, вы ухаживали за своей пожилой родственницей. Я понимала, что человек находится в очень сильной интоксикации. И все, что мы могли на тот момент сделать, это каким-то образом вывести эту интоксикацию, снять, ну, попросту говоря, промыть организм водой. Что, собственно говоря, мы начали делать, боить человека просто хорошей водой. И я удивилась, что вы эту идею очень быстро восприняли и сказали, что да, давайте. То есть я вам очень легко могу это объяснить. Я в своей жизни 40 лет дружила с одним очень интересным человеком. Это писатель, это целитель, о котором можно говорить очень много. Это Юрий Андреевич Андреев. И у меня есть его книга «Подарок ангельских землях о воде». И вот, прочитав эту книгу и будучи знакомой с Андреевым, мы часто встречались, общались. Я прекрасно поняла, что вода – это главное, что в нашем, ну, в нашем организме она присутствует 78%. Это все знают, не буду об этом говорить. Но она, в общем-то, имеет огромное значение во всей нашей жизни. И поэтому, когда мы заговорили о воде, а вы мне сказали, что в том, чтобы сохранять здоровье, надо пить правильную воду, естественно, я сразу заинтересовалась этим вопросом. А когда вы мне объяснили, что и как, и почему, я поняла это буквально, как говорится, с первого духа, с первого слова, вернее. Я пью воду на протяжении уже, ну, вот с момента нашего знакомства. Я стала пить сразу и не прекращала никогда. Когда я куда-то еду, особенно в другие края, где меняется, конечно, состав воды, меняется климат, то без карамана я не езжу никуда. Потому что какая бы генетика ни была, но он просто берет свое. Поэтому каждый человек должен научиться поддерживать себя вовремя, избавляться, как говорится, от недугов и увеличивать свою энергию, улучшать свое состояние. Я очень рада, что вот эта вода долгожителей, которую мы с вами пьем, она помогает вам и еще очень многим людям. Помогла мне уйти от мигрени, которые меня мучили с начальной школы, забыть про метеозависимость. И я очень рада, что вот наша дружба, наше общение, оно помогает нам жить интересной жизнью. Я бы так сказала. Ну, я согласна. Настолько важно, может быть, кто-то считает, что это мелочи. Я считаю, что это так важно для каждой женщины, именно чувствовать себя женщиной. И сберечь свое здоровье. Согласна с вами абсолютно, Ирина Петровна. Мелочи – это и есть жизнь. Да, она состоит из мелочей. Из мелочей. Правильно. И вот каждое мгновение, вот сейчас мы с вами беседуем, мы знаем, что наше приятное общение, да, роскошь человеческого общения – это самое ценное, что есть в жизни. Я восхищаюсь ее талантами, ее умением любить эту жизнь, помогать другим людям, быть активной, быть открытой всего нового. Она очень любит путешествовать, ходит в бассейн, занимается скандинавской ходьбой. Я пожила всю блокаду и всю свою жизнь, почти 70 лет в Петербурге, блокаду никогда не покидала Ленинград и свое здоровье. Я тогда в молодости сохраняла, конечно, благодаря своим родителям, которые меня, в общем-то, наградили хорошей наследственностью. Но в 50 лет начались первые звоночки, и тогда я поняла, что надо что-то делать, надо о себе заботиться, чтобы не превратиться в развалину. То есть ждем до 50 лет, а потом начинаем заниматься здоровьем? Я убедилась на себе, и говорю это с полной ответственностью, потому что вспять ничего нельзя сделать. Река вспять не течет. Так же и наша жизнь. Мы не можем помолодеть на очень огромной возрасте, но мы должны хранить то, что мы имеем. И постараться как можно дольше не стареть. Поэтому я пожелаю каждому человеку, который нас смотрит, именно позаботиться о своем здоровье, чем раньше, тем лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!